здравствуйте меня зовут евгений гусев получается нас трансляция в перми свадал воробьем вместе спасибо поэтому бахарев к сожалению не смог сегодня подъехать вот так что отбываться за него буду я на себя дома жил заказки ему все время тяжело очень выезжать центр города сегодня он тоже не смогли получается все начать мне 29 лет соответственно я уже взрослый человек хотя всю жизнь хотел бы оставаться молодым поэзия нас тема будет про поэтов да про то как люди пишут стихи из чего это все вообще происходит да и что такое стихотворение что такое поэзия что какие фестивали сутки и мероприятие проходит у нас городе в перми и какие мероприятия планируется у нас городе хочу сказать как я как как я к этому сам пришел в тот момент как я полюбил стихосложения и стихи поздно довольно таки начал пришел вдохновением 19 лет после этого я долго любому свести не показывал он как только года три что советую чтобы вот так долго тоже не показывает допустим да потом я отправил стихи на конкурс на пермский и было так что ну там получил дополнительную премию в тройку не попал и начал общаться с пермским сообществом поэтическим да то есть но это лет получается восьмой девятый год был беда тогда тогда у нас было все вроде как хорошо списатели у нас там презентации конкурсов различные проходили проходили различные так сказать сборщики тогда я понял что те люди которые пишут стихи они очень интересные что мне хочется общаться именно с ними я тогда познакомился помню с дня поэтому как только пришел на конкурс узнаю поэта первый конкурс я на кулигово я услышал ее строчки и ваню козлова два поэта которые презентовали в том году а такая субботная на тысячи восьмой был они презентовали сборник узнай поэтов в плю где в тот момент учился и потом я участвовал конкурсе и уже с этими ребятами получается в следующем году мы уже вместе как вроде ну сели в баре и получали премию уже вместе потом был фестиваль слова нового который прошел как-то вроде как мимо меня я не провести не участвовал и там участвую в основном только москвичи то есть их туда приглашали первом ски там не очень сильно были поэты задействованы также мы знакомые друзья и году в 2012 мы открыли студию получается альбатрос политическую и в ней начали собираться всеми поэтами по чуть-чуть да туда за за год переходила наверно сто сто пятьдесят человек разных деятелей культуры не только поэтов и режиссеры музыканты кого только у нас не было все почти писали стихи и сложилось так что вот не было фестиваля не будем перепрять никаких крему не было слово новое то же самое или вообще ничего не было и но был глава студия литературный альбатрос из которой хотелось что-то сделать конкурсная подхать тоже давно уже не проводился и ребят которые ходили в студии мы хотим почитать стихи где-нибудь я в городе часто со всеми общаюсь хожу по барам кафе очень много знакомых и вот также знакомые из арт-кафе чехов говорит мне давай уже пускай твои поэты почитают нас не все знают как поэт как пишет стихи человек вот и почитают у нас и поэты говорят давай мы почитаем где-нибудь кафе мы бы хотели и вот с этого наверное все-таки в 12 и опутались цифрами началось именно чтение кафе чехов организации мероприятий чтения их надо где-то было около около 50 мероприятий к пачков приведено поэты музыканты по просто поэты различные чтения потом ребята которые были и приезжают и городов не знаю что что уже есть такая такое какое-то движение у нас перми и они приезжали писали мне мы хоть и почитать стихи это из москвы из казани из челябинска просто приезжали писали стихи мы я делаю мероприятие что читаю стихи и на дороге поэт а потом поэт соответственно перманские двое-трое там самых лучших их мероприятие было где-то около 50 с музыкантами с поэтами но и форматом тоже уже надоел соответственно начались поэтические с вами это вот где уже борьба идет идет конкурс поэзии с 13 года фестиваль компас возник просто мне позвонили сказали где не давайте сделаем фестиваль позовем позовите пожалуйста молодых поэтов которые у вас есть перми которого так с которыми вы общаетесь на фестиваль у нас первый раз идет корабль ну и вот сейчас я уже играю сейчас куратором фестивале компас уже третий год 6 5 мероприятие будет 5 сезон делится на летние сезоны на 2 этапа это летний этап и зимний этап летний этап проводится в июне зимний этап проводится в ноябре вот сейчас нужно будет третий раз обычно в этом этапе вот третий год подряд мы плывем с поэтами на корабле поэт из разных городов приезжают вот как раз таки мы знакомимся все с ними проводим по галереям на самом корабле читают стихи кормят чаек просто делятся опытом писательским там тоже выступает группа музыкальная как правило чтобы развлекать и смысле чтобы было веселее не только стихи чтобы это не было скучно вот и фестиваль компас в этом году будет разделен на два дня летний этап 10 июня и и 11 июня десятого июня я рассказал 11 июня на 7 мероприятия будут приходить в парке горького и рядом с парком горького вот там будет колесо озарения который кстати антон бахлик курирует который не пришел где поэты будут читать экспромтить будут именно находясь на колесе 8 минут колесо вращается и получается нужно будет подумать стих тренинг который потом будет ведущим просчитана будет парад поэт который же был прошлом году поэты выходят в масках люди выходят в масках поэтов около 200 масок наверно будет напечатано до 100 200 масок различных классиков маяковского пушкина и люди в масках выходят как на парад и пальчика пушкина будем читать стихи будем читать стихи иногородний поэт вот сейчас у нас уже приезжают на фестиваль именно по это сказать за по разрешению потому что людям оплачивается проживание увидим оплачивается проезд это семь человек из других городов вот это получается липецк это нижний тагил это челябинск это киров это екатеринбург два человека наши летом мы обычно немного приглашаем то есть в этом в этот раз вот семей официально приглашенных но также все остальные из городов ребят тоже могут подъехать вот я сказал пусин твилецк это михаил червяков человек с которым мы познакомились почем году на на фестивале переделкины в подмосковье вот он получил первую премию там переделкинского получается дать получил грамот первое время то есть есть еще гран-три не дали на первую премию дариме лишь червяков вот не знаю он звать будущем маяковским на него в городе и сейчас вот по всей россии тоже приглашают из кирова аглая соловьева она была финале конкурса филата фест прошлом году но не получила первое место получила вместо первой кости потапов который к нам тоже теперь недавно приезжал со своими спектаклем вот и соответственно мы тоже тут его пристроили в дом актер на выступление спектакля то что жизнь развивается политическая это безусловно все происходит и возможность вас собраться поэтому со второго городов одном месте кто насчет нам еще с области приедут люди собраться том числе молодым поэтому это это очень это очень как бы правильно нужно собираться делиться опытом и чувствовать что вместе мы вроде как силы вместе мы можем много чего сделать нет такого что вот так разрозненное что никого не забывается на день не а давай вспомним брат кто вас назначил поэтому а все понял кто вас назначил поэтому ну вот я сказал в конкурсах выигрывают ребята занимают места какие-то да то есть отвечать от бога от бога все от бога не знаю вообще звание поэтому на самом деле смешно но это так мы очень долго уходили то чтобы называли всех поэтами да просто пытаемся это будет идти а люди вот ну как называется ну человек который пишет стихи там не знаю сочиняет человек который а второй вопрос который задаю всем поэтому всех разный ответ получает а на стихиру там есть поэты на стихиру ну там пользователи это как спросить если в социальной контакт люди сейчас только что подумал об этом то есть там все там есть все не знаю там наверняка и поэты тоже есть но они там богу не сидят как правило то есть они там долго не задерживают потому что там ну рецензии бессонковые бы чем вы отличаетесь от тех кто на стихиру мне почему не то что математ на стихах был когда то есть это как бы считается одновременно чуть стыдновато или нет стыдновато там бесполезный трех то есть вот нужно что то речь хочется на анализа да как выложено стихотворение и там начинается вот у него смотришь человека находишь там 70 на него рецензии написано 70 тонн написал если поэт хороший то скорее всего напишет на него там 100 рецензии 20 стихов выложил да и эти рецензии будут на себе просто ой мне нравится хорошо спасибо о этом ой как вы чувствуете мир вы так молодец там вот таких вот рецензий как бы совершенно не хочется больше там находиться то есть фанатов там сыграть не фанатов и все еще пишут спасибо у вас стихи и напишите мне тоже рецензии вот туда то есть на мою страницу тоже зайдите посочетайте мои стихи и она посадила ничего там видного нет это просто социальная сеть для людей которые рифмуют строчки соответственно там в этой тони и руды есть один грамм золота всегда безусловно но программ золота туда уже стихи больше не будет появляться допустим зачем ему там сидеть время тратить да он лучше будет ходить серьезные какие-то литературные там клубы разбирать свои стихи и просить отдавать на рецензию редактором каким-то разбирающимся людям свои стихотворения ну там сказать заслуженным но все равно неизбежно получать как бы единой инстанции нет есть в москве там десятки объединений дает для каждого своя звезда ну я согласен а все эти гамбургский счет возможен поэзии вот именно этом уровне города но не очень большого города не не столицы страны ну мне кажется на уровень города то что ведь какие-то там давать приведение кому-то из того что какой-то человек да в принципе нет сейчас очень модно это сетевые поэты которые себе на нагоняет людей вконтакте делаю страничку и что-то такое да если у тебя там перевалило за 10 тысяч там губы говорят немножко уехать концертом ну там по россии с гастролями да вот я все время отношусь с осторожностью когда вот люди столько подписчиков они их нагоняют потом они постепенно убирают от себя за только у компроса сейчас компрос фест группа вас там у компрос сейчас где-то около 500 пятьсот семьдесят четыре что ли совсем из 5 вот так вот не могли собрать всех вот участников фестивалей разных мероприятий сколько всего людей которые поучаствовали в ваших поэтических не только сломах но всех разных мероприятиях как название еще вечера ивенты ну да ивент модное слово сейчас не на несколько сотен может быть полторы сотни максимум даже не сказал мнение свежего уже раньше когда начинаю с мероприятия и мне больше что я знаю всех в лицо там даже 20 30 до через 20 30 там не постоянно ходили сейчас вот на последних словах которые проводятся там приходит за 100 человек да там обычно я уже совершенно там если придут знакомых 10 это уже хорошо как бы да остальное ну ходят люди были как востребовано все интересно начинается это больше конкурс превращаться больше входит главное не уйти с этой стези вот именно не забыть про поэзию не забыть про стихи а то там кому подарки раздать на 8 подарков кому там кого как вывести не думаешь уже об этом вообще жанр слэма это ведь как бы такая модная штука на все еще можно было модного до 3 назад она модная была да сейчас сейчас почему бы нет у нас там и актеры и на своем а ты не знаю читать профессионально показать как нужно читать стихи у нас там тоже музыканты до сих пор и самые известные лучшие перми по ним поют привлекаем внимание так иначе поэзии чтобы ну и вот ислам он уже такое мечтание скучное стихов там по 10-15 минут одного человека да такой драйв что вышла человек быстро читал поединок интеллектуальный поединок метафор поединок метафор поединок харизм поединок не знаю поединок просто людей которые хотят донести свои стихи и если ты не хочешь донести то что ты написал да если настроение доносить сейчас то что ты написал то лучше тогда и не выходить наверное да то есть не сомневаться понимаешь у меня есть некое предубеждение я думаю многие его разделяли пока не спрашивают их людей с поэтами общаться опасно что они смотрят на всех сверху вниз потому что они выслит на другом языке потому что поэзия это высшая форма существования языка по-бродскому да не все остальные люди которые это не умеют делать низший арасов а с другой стороны они как бы такие секта по сути дела да поэзия это секта как с сектантами общаться как и все остальное водитель любую социальную группу там да не знаю там адвокаты и работники администрации там у них куча своих тоже каких-то движений куча своих норм социальных ценностей там и железо зрения то что поэт он как художник он конечно у него ощущение иногда что он может то есть и и юристы также не могут меня по статистическому названию они также могут думать что они правят мира они там общаются а вот мы разорили ту компанию мы сделали вот этого да то есть на что они делают они делают непоследственно обслуживают какие-то юридические фирмы там или защищают чьи-то права они тоже считают что не побеждают что они вот норме они зарабатывают деньги не побеждают нужно что делают эти капель администрации тоже дал у нас есть власть более говоря у нас есть власть мы тоже сейчас вот там портит конечно вот в плане что власть порти да там и что-то такое и они тоже чувствуют себя более высокими минус 7 остальными дата 7 что-то свершат те же это свершат просто а поэт когда он пишет да вот если он пишет стихотворение есть так смешно что он вроде как пишет если он сейчас не заметен для кого то есть но он думал пишет что он не для сейчас не за деньги работать не там не для каких-то там премий а он работает на вечность чтобы остаться в вечности что вот ну знаешь его стихи останутся мандачтам надеялся и кстати он был прав да 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 вот поэтому сложнее да то есть он пишет но мандачтам рождается один из родителей 11 лет рождается а остальные графоманы вот ведь а мы люди с советским еще образованием я понимаю чем вы на западе жевал знаешь только это вот главное это такая совместная интеллектуальная деятельность да а мы все ждем на скажу это поэт гениально все остальные как-то длину а у вас нет такого деления дабы для вас нет и главное нет почему вы все мы все поэты внутренне может понимаете что один больше поэт другая митчера все равно понимаете конечно я вот по россии так вот могу для себя там выделить да там но это твоя шкала у другого другая шкала понимаешь я скажу что мать кого правильно то есть я я уже могу сказать что да вот я пообщался очень много стихов перечитал да вот не знаю и точно не мне сейчас кто поэт кто не поэт сразу кто искренне это настоящий там да кто там как-то вот ну и вид кого-то создает свой голос дал просто матом атаку который не пришел он создал какой-то голос александр ларионов поэт скатеринбурга он тоже создал свой голос и его стихи читают школьницы у нас на мероприятиях выходит читать его стихи ваши коллеги относятся по цеху поэтов к таким величинам которые как бы признаны всей тусовкой литературной российской не знаю вера паула мария мария степанова что такие величины которые нам на белой ночи приезжали кстати вы как-то с ними взаимодействуете вот естественно сферы полу нет вот так сказать допустим дмитрий владельников доктор ручно король поэт он приезжал на фестивале в ноябре зимой они как нанятые дорогие звезды до себя уже наручаются и вера паскова интересно как они общаются с вами также сверху вниз как вы с другим по моим представлениям я вот лично так вот не общался да то есть мне мостку диалога с дима водильник не довелось да он звучит на смотря как конечно я общался с михеем носороговым допустим и вот кручное общение это группа руки-жокеры он как бы поэт уже не поход белорусская который приезжал сюда мы с ним очень много общались несколько дней не знаю я кольду читаю про него не слышал для меня ты наш я человек взглядов сталинистских искусстве кольта сказала поэт я поверил портал для вас указ такой портал российский портал такой портал очень наверно не создан до который бы так вот вы сами для себя указать у вас как бы мерки цеховые пермские или все-таки все российские тоже есть разные фестиваль же бывает бывает ну да и какие не надо ездить постоянно нужно узнавать знакомиться искать лучших да там не знаю как-то находить их и приглашать их первым чтобы они приезжали молодых который только что еще развиваются на такие как там уже сформировавшиеся так любите потому что но что их выхожу все знают их все уже приглашают нужно искать молодых талантливых и чтобы особенности ведения сетевого сообщества поэтического там люди публикуют свои стихи или просто банально анонс раз что там происходит ну просто проблема в том что модерировать его некому ты собственно там надо обычно несколько сообщений хотя бы там сообщение в день делать да лучше два-три сообщения чтобы она жила получается да модерировать никому выкладываются поэтому основу только анонсы выкладываются иногда стихи на стену вы не открываете стена почему стена выкладываются люди могут спокойно выкладывать сообщения ну иногда выкладывают не очень хорошо на приходится удаляйтесь на политику все таки модерирование нет мы за ним наблюдали на модерирование понятно что в обновлении контента постоянно там как бы уже сложно с человеком мы пытались вести дано постоянно заниматься чтобы не бросать паблигу говоря а так у нас есть там подписано 600 человек и вот когда метайте происходит не поставить что она произойдет да и соответственно они уже выходят я думаю всех спрашиваю что вот надо как-то обуздать эту силу наш как электростанции на воде гидростанции точнее то же самое вот это огромная творческая волна в этих сообществах если научиться работать своих целях хороших всяких там да это будет классного для проекта ну и значит осталось несколько минут приглашаем 10 11 написано здесь в титре что еще какие подробности предыстория компроса права компроса 25 мая будет новый проект у нас в доме культуры 7 часов на как много лет в прошлом году у нас красавицы читали в музее древности читали динозавров сначала динозавры представляют что-то и моды 25 мая вечером 7 часов доме культуры в баре дом культуры на 168 будет право к компросу значит у нас там конкурс модельеров будет с пяти до семи с пяти до полосимого 7 часов галопоказ перед этим галопоказом поэты пермские 7 человек делают вроде мини спектакль за 15 минут по стихам тема город политический синдром тема модельеров и по это соответственно такая же тема как мы чувствуем город как мы в нем живем как мы из него вырываемся и к нему оба цену возвращаемся это 25 мая будет 7 часов я не хочу ну то есть там уже приглашение вроде как будут раздаваться есть что можно там написать если кто-то хочет сильно попасть на это мероприятие на корабль 10 июня тоже можно как-то попасть наверно на вот сегодня про корабль и это традиционно проводится на деньги мистерства культуровского края значит участники поэты а еще журналисты понятно кто еще проникает ну те кто постоянно слушатели то есть постоянные участники вот друзья по это те кто ходят на мероприятия и те кому принципе интересны какие-нибудь люди есть ним позвонят ли группе на честных тем билетом да мы дадим человеку билетом не знаю то есть сообществе компрос вконтакте да если кто-то напишет то мы хотим билет кстати надо оставить это сообщение паблик специально там сделать да группу что те кто хочет билет пишите здесь данный корабль то есть вот так вот чтобы на вас бывает сколько 150 200 до 180 максимально и вот можно заговорить стоит еще да ну там получается все не знаю и мы уже будем рассматривать вот уже спрашивают в контакте как можно попасть на фестиваль там да то есть задают вопросы спрашивают просто приходите в парк горького в одиннадцатого июня там будет и парад и поэты поэты с других городов слышите кстати хороших поэтов в этом году мы позвали именно хороших поэтов молодых очень много обещающих очень и с ими же будет своем пол седьмого поэтические с 8 до 7 на зеленой сцене партия горького и этот сам будет ну самым приличным сном который давно его штуку не лёгко будет со всех вот со всех городов ребята он будет очень динамичным очень быстрым не будет никакого желания будет чисто чисто стихи по три стихотворения вначале да и 10-12 человек максимум участников из которых там семеро и нагородних или даже восемь из только пермский самый лучший антон бахлиф андрей монцвет